ПЕСНЯ 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 Это мое любимое исключение. Не по уголькам шагать, когда скучилось, а что сделаешь? Мы должны предвидеть события, как это будет выглядеть. Дело в том, кого это не касается, просто слушатели. Кто имеет участие в этом деле, те скажут свое слово. Нам нужно по делу говорить. Дело в том, что этот 2016 год для нас, для детского лагеря, был несколько необычным. На арену вышла новая организация «Россия Роспотребнадзор». Мы не знаем, что это за организация, но это не евангельское устроение организации. Они дают страшно много жалоб. Идут, начинаются суды, оповещают и подряд закрывают лагеря. Сколько лагерей в вашем регионе? Ни одного. Ни одного. На область, ни одного лагеря. Ничего не понятно. Что такое генеральная местиция? Отнятие детей. Что такое детские лагеря? Отнятие детей. Не просто что-то. Почему? Приближается время посоления антихриста. Будьте внимательны. Новому поколению, может быть, придется жить не при коммунизме, как Хрущев сказал в 1960 году. Через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Помните? С 1982 года мы уже в коммунизме живем. В коммунистическом раю. Поэтому это комитет 300, масонство, Гильдербергский клуб. То есть все бросают силы для того, чтобы ускорить события. Что сегодня где-то войны и терроризм. Это все придет к одному знаменателю. К Иерусалиму. Третьему Соломонову храму. И примут его как царя. Профессор Росипов говорит. Если его примут как царя, то первое, кто примет, это православное. Я говорю, почему ты не добавляешь, что именно ты их не готовил к этому? А почему? Жажда помазанника. Прям везде. Царь и Скупитель. Ну какой Скупитель, кто на Христос и Скупитель? Совсем ничего не понимаю. Это говорит профессор. Это действительно так. Отец Демитрий Смирнов по селу Структурова. Это самый ближайший к патриарту Кириллу. Он говорит, рассказывая об одном случае, как ведет себя мусульманин, шаперы православные. Мусульмане ближе ко Христу, чем православные. Я только говорю, он не добавил, что такими ты их сделал бесчувственными. Жестокими, коростолюбивыми, трусливыми. Вы по пусть сделали их такими. Я Христину 20 лет и никого нету. Где женщины? Девочки? Кем они стали? Мальчики кем стали? Он не называет только. Это другие люди называют своими именами этих людей. Мы говорим о детях. На нас нынче пришло три комиссии. 23 июня приехали из Мамонтовского в РОВД и полпрокурора Мамонтовский. Мужчина и женщина. 23 июня по жалобе матери Тимоши Батудина. А не в разводе. А его присудили отцу Михаилу, но не Светлане. Но она на нас, как говорится, траванула. Ей все равно не отдадут. Она этого не понимает. И 1 июля снова комиссия уже 7 человек. Не 2, а 7. И опять по тем же предлогам по ее жалобе. А тут я не пустил. Я говорю, уже проверено. Претензии нет. Ничто не подтвердилось. Меня компрокурор спрашивал, снимал это можно снять? Можно? Нас попросила мать составить ролик для нее. Как ее сыну здесь живется. Тут то-то-то. И вот при мне, она говорит, можно напросить? Я говорю, в моем присутствии. Я заменяю им родителей. Когда родители отдали мне ребенка. Так тебя здесь били? Нет. Тебя крапивой стягали? Он говорит, да нет. То есть она все записала. То есть та не знает. Гимнастику делают на траве. На воде мы не можем пока ходить. То есть обвинения совершенно не суразные были. И по хорошему расстались. Вторую комиссию не запустил. Я говорю, одиннадцать раз я их приглашал. Заходите. Но только не как комиссия, а как хорошие люди. Мы угостим, за стол садимся. Нет, нужно составить то другое. Я говорю, причины не придумали. По той же причине, когда та уже подтвердила нету, оправдания комиссии это и нет. То есть они гнули. И 5-го числа приехала комиссия по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Проверить все лагеря. Это разгильдяйство на Харельском регионе. Утонуло 14 детей. На байдарках гоняли, когда предупреждали штурм. Правильно я говорю? Да. Ну и говорит, а как открывали то другое? Взятки. Взятки и все скрыто. Ну каждому столули по сто тысяч. Все замазали и никаких палочек не найдут. У нас палочки найдут и коха, и что хочешь. Все проверили, взяли анализы и дальше идет работа. Звонят. Звонят ли? Так. Это мне передала Елена Анатольевна Барабаш, секретарь православной общины. Звонят из, я не знаю, учебного комитета, что дать списки надо. Почему не дать? Я дал, она опять позвонила. Я спросил детей, кто где живет, дал адреса и телефоны. В этот же день списки переданы были в Краевую прокуратуру и начали бомбить их. А кто обозобновил все это дело? Дворкин Александр Леонидович на рождественских чтениях 16-го года. Патриархия. Продажность ильянства. Обратить внимание на Патриархский лагерь. Передать дело в Роспотребнадзор. У нас все записано на аудио у меня. Я попросил брата Никиту и он все переснял в город и выставлено где-то. Тут отрицать нельзя, сто процентов. Как они зашумели? В Роспотребнадзор, в Роспотребнадзор. Чтобы нас заглушили где-то. Ну, видимо, там что-то еще было закулисное. Может где-то что-то. Погнали на уголовную статью. Приходят на дом. Вот то-то и то-то. Дети ваши где? Там-то медленно заберите. Это мне уже передают, зводят. Притом разные люди, друг друга они не знают. Но говорят одно и то же. Отсюда делаю вывод, что у тех, которые приходили, а задание было из-за наук не знаю. Иначе как бы они одно и то же могли говорить-то. А говорят, то обвинение. Условия в лагере несовместимы с жизнью. Настолько страшное. Что еще? Там перечисляли. Вы подпишите эту бумагу. Они говорят, чего ради? Детям хорошо, мы знаем, мы звонили. Другая говорит, я была сама там. То есть очень серьезно накатанная была в речи. Уголовная статья, это уже занимается краевая прокуратура. Но на сегодняшний день, как мне известно, кончилось ничем пока. Пока ничего нигде, ни один из родителей не написал, не подписал бумагу. Тогда они по гражданской статье у нас знали министра ответственности. А министра ответственности везде можно найти. Откололась там от крышки. Ой, домали нашли. Не на той доске там у дерева. Разделочная доска. Хотя подписано, рыба, овощи. То есть все как положено. Но нашли. Не протравлены клещи, а ни одного клеща, еще не было их, заморил дождь. А если протравить, рядом коровы едят, отравленное молоко будет. То есть нет, написано. Я ни одного документа не подписал. Все проверили, взяли анализы в реке, во фляге. То есть везде, где могли. И молчок, ничего нигде нет. Вчера был суд. Завтра будет окончательное решение. Десять дней будет на рассмотрение. То есть мы, если желаем, можем опровергнуть в краевой суд. Там где-то прокуратуру. Суд. Через суд. А нет, значит, я промолчу, а не промолчат, все вступило в законную силу. Поэтому молитесь. Минимум еще одиннадцать дней. Завтра же день. И от него десять дней. В которые мы не думаем подавать. А не вынесли главное решение, которого мы ждали. Община никакого отношения к лагерю не имеет. Община появилась на девятнадцать лет позже лагеря. Да кто кого родил? Родители девятнадцать лет, ребенку три месяца. Кто кого родил-то? Тут понятно. Община не принимала участие ни в строительстве, ни в наборе детей, ни в финансировании, ни в назначении меня. Ни в посуде, ни в постели, ни в чем. А какое отношение общины? Никакого совершенно. Но добровольно могут. Помогали там кто-то, приезжали люди. Да куда они? Как батюшки дом в полстраны приезжал. И отсюда вывод. Мне пошли сразу советы. Советы практически со всех континентов. Уберите из названия слова лагерь. Лагерь. А не на лагерях. А у нас лагерь стан. Лагерь стан, значит, имеет полное основание. Не подчиняться никаким. Ни пожарным. Никаким. Ну, мы приехали, палатку поставили на 3 дня ночевали. Какие пожарники? Какая вода? Какая сантехника? Ну, что есть с собой привезли? Этим обеспечены. Сегодня не надо указание. Не смотреть. Хотя мы только палатки разбивают. Уже имеют право проверять. Лагерь. Я не знаю, как когда родители с детьми. Видимо, тут еще они не обдумали. Но эта организация очень серьезно поставлена. Там деньги. Задействованы будут миллиарды. Не миллионы. Миллиарды. Вот сейчас на месте выезжают. Справки батюшка не привезет в воскресенье. А настроят. Штраф до миллиона рублей. Это советская власть никогда не делала даже. Ну, было другое что-то. Но так, чтобы вмешиваться в жизнь людей. Там отнимать. Было, но не так. Так сказать можно. Так, мы услышали главное, что у нас сейчас было. И вот в этой стадии мы желаем. Одумать наше положение. Дальше прошу быть очень внимательным. То есть речь идет не о лагере, а о детях. Слово «Лагерь Стан» со 2 августа практически уже нигде. Мы снимаем все афиши. Лагерь Стан закрытый. Вот с этого момента сейчас как поговорим. Лагерь Стан в документах вообще не будет значиться. Я его снимаю. Это мое название я его назвал. Я основатель лагеря. Основатель. И бессменный руководитель 45 лет. За 45 лет. А те годы у нас было в среднем со взрослыми по 108-109 человек. За летний период. Ну так можешь кинуть сколько. Речь идет не о двух тысячах человек, которые перебывали здесь. Значит 45 лет мы достойно несли это лидер. Я почему пригласил тех, которые... Так, Михаил Николаевич, сколько лет в лагере был? Воспитательный. Ну, с 97-го года. Ну, почти 20 лет, да? 19 лет. 19 лет. У него есть опыт. Как нападали, когда в 98-м году было особенно. Тут вообще было. Что делать дальше? Детей нужно сохранить. Некоторые говорят, ну, раз не разрешают власть, ну, тогда что делать-то? Тогда... Ну, отступитесь. Все бы так делали. Я привожу пример книги Неемии, первой книги Ездоры. Они страдали, они мучились. И это страдание мучения перенеслось на ангелов. Говорит Ян Златоуст. В каждой стране Бог дал князя. Князем Златоустом этот ангел. У русских один ангел. У еврейского народа архангел Михаил. И они с архангелом, ангелом персидской страны, как бы спорят. Златоуст эту картину показывает. Исполнилось 70 лет. Еврейский народ очистился. Они идолам жертвы не приносят. Они оттуда в синагогу вывели. В школу. Их не было школ. И как бы... Ангел Михаил заступается за молитву Даниила. Та книга пророка Даниила. И говорит, Господи Божий Самов, отпусти народ. 70 лет ты обещал, уже все исполнилось. А ангел персидский говорит, Господи, не отпускай их. Зачем? Опять жертвы идолам будут. Тут они живут. От них мы что-то узнали. Мы персидский народ. Вавилоняне мы вообще ничего не знали. Мы другие там. Разные народы. И все-таки Господь склонился к тому, что надо исполнить обещанное, законченное седмины. И надо выводить народ. И вот это надо перенести на сегодняшнее время. Когда он приезжает, они развалили. Ничего нету. И он начинает работать. Объезжает и глядит. Что строит? Стену. В одной руке кирка, в другой винтовка. Все до одного должны быть вооружены. Потому что враги за каждого куста стреляют. Пусты все убрать. Пруды все возродить. Дороги снова сделать. И началась эта работа. Закипела. Враги шли с жаром. Торпотребнадзор. Тогдашли там. Куда? Прокуратуру. Тогда царю они послали. И остановлена была работа. И храм остановился. И стены. Но. Господь силен. И вот эта ситуация сидит сегодня на нас. Что делать? Мы выбираем не только название, но и само место. На что нападает? Это питание и сон. Где спят? Проверяют постели, одеяние и питание. Кухня. Там берут анализы. Это главное, с чем они всегда зажимают. А зажать очень просто. Вы знаете, лежал тут фотограф. Павел Федорович Бедруков. Вот это визитки. Это его фотография. К нему заходит. Взять нечего. Все у него чисто, гладко. Прямо на старом базаре у него. Такая чайная или как назвать. Он смотрит. Вино взял. Вино встряхнул. Там внутри осадок. Осадок. С ним женщина так составляет. А это платить. А это убирать все вино. Он говорит, ну я же купил. Я заказ сделал специально. У меня нужен сертификат. Осадок. А я должен сделать то-то, то-то. А она пишет. Сидит. Он нашел в другую комнату. Так. Так вы Лапкина знаете. А у него благодарность от меня была. Знаю. Так он нашел женщине. Так пока не пиши. Так откуда ты его знаешь? Он говорит, я помогал. Помогал. Он подошел у нее. Взял зубаву. Написал и порвал. Убери это вино. Иначе другие зайдут. Пошли отсюда. Я говорю, нельзя тебе ничего не давал. Как выручает Господь. Нас точно даже Господь сегодня побудил. Осадок с нас стряхнуть. Макс сидел на своих дрожжах. И вкусливо оставался у него. Богу не угодно. Мы за 45 лет уже протерли все. Знаем как вставать. Как занят повести. Как молитву. Куда пойти. До минуты выверено. Бог переводит нас на другую ступень. И я это сказал прокуратуру. Позвонила на днях прокурору. Первая заезд. Которая была. Я говорю. Вы больше нас не увидите. Детей. А вы что будете делать. Я говорю. В следующий год покажете. Если живы будем. Раньше мы уходили в катабомбу. Копали под землей. У нас было. Теперь мы поднимемся выше. У вас голова заболеет искать нас. Она до того заинтересовалась. Не знает что будет. То есть. Я хочу сделать маленький план. Намек. Показать. Как это может выглядеть. Слушайте внимательно. Дальше советы ваши будут. Нам нужно место. Внутри деревни. То что разрешается. И Евангелие. Тремя стратеграм. И Конституция Российской Федерации. Ты можешь приглашать людей? У тебя сколько сразу? Восемь. Ты говоришь. Еду. Так. Восемь. Но если бы не восемь, а десять. А есть ограничители? Сколько гостей принимать? Нету. И в Конституции нигде нету. Ты можешь принять восемьдесят. Лишь бы. Тебя спросят. Если ты не находишь. И негде. Ты побежишь по соседям. Просить. Примите. Я не ждал. Лагерь никогда не бегал. Сам справлялся. У нас все время запасные кельи были. Большой зал на семьдесят человек. Одновременно на семьдесят человек. Чтобы вам было понятно. Я на второй строительной жил. Бану 6216. Двенадцать целых восемьдесятых квадратных метров. Одиннадцать человек в гостях. И не один на полу. И ту же кухня. Ту же мастерская. Тон. Студия. Все здесь. На двенадцати квадратах. Как этажа. Широкими. По нескольку человек. Вот такая история. Нам нужно что здесь. Место. Дом отдельно. Но чтобы у дома был хозяин деревни. Он пригласил гостя. Мы скажем. Кого он пригласил. Хозяину этому ничего не надо делать. Совершенно. Сегодня вот когда мы распределили детей где-то. Самой ближе к делу оказалась Надежда Васильевна. Они когда бежали. Я не знаю. Пятнадцать человек было. Пятнадцать человек приняла. Еще и не отдает. Приняла. Всех уложила. Да когда еще и не расположил в другой комнате. Пятнадцать человек. И сейчас она. Эти. Приходят. У нее обедают. Там готовят. И что-то другое. Так я говорю? Да. Владимир Юрьевич. Эту группу в России. Здесь находится. Потому что билеты на тридцатые взятые. Нужен дом отдельно. Какие именно. Построиться мы не сумеем. Я прошу походотайствовать перед Богом. Перед матушкой. Чтобы этот калашниковский дом. Где вторая у меня голубядня. Перешел к нам. Я с ней разговаривал. Она никак. Я говорю. Огород мы трогать не будем. Ты там в доме не бываешь. Она вообще куда-нибудь. А что там делать-то? В одной пола нет. В другой нету. Ту комнату где какие-то вещи надо будет потом освободить. Когда говорю. Там свободно можно принять. Свободно. Тридцать человек минимум. Свободно. Наверное. В два этажа там вообще пространно. Там все готово. В бане. В бане у нас своя. Колодец вода рядом. Откуда берем. Там тоже баня. Пропитание даю я. У меня всегда пропитание есть. Постели наши. Посуда наша. Ваша только. Затем это. Дом. Если мы его приобретем. Будет записан допустим. На него дом. Мне то это не надо. А у него денег нет это купить. И Павлов дом. Там вполне может располагаться минимум 10 человек. Минимум. А даже в этом. Там приборку сделать. Ты не узнаешь что там можно сделать. Дальше. У нас уже коре что есть. Вот сейчас они живут. То что называем гостиницей. Пятеро. Пять человек свободно. Находятся. Сама она называется. Кроме того. Там где была первая. Раиса Малютина. Сейчас там. Роман машину оставил. Там во дворе. Отдельно построено. Вот что нужно. Если. В каждом дворе. Вот такая летняя была бы пристройка. Никому не мешает. С каждой группой. Которая будет находиться там. Постоянно был волонтер. И днем и ночью. Питаться в одном месте. А днями. Вот. Какой срок договориться. Повар. Это все работа будет. А днями. Или утром. Поднимается вот во время. И сразу в лагерь. В лагерной территории. Вернее. Она не лагерь будет называться. А общее место отдыха. Там гимнастика. Там вот эти занятия. Просмотры фильмов. Где и были. Там оттуда будут ходить. Купаться. Возвращаться с ягодами. Из дома. То есть. Время проведения. Приедет комиссия. Никакого лагеря нету. Живут только. Работники. Рабочие. Больше ничего нет. Мы. Практически. Должны войти в закон. Ничем не нарушить. И в то же время. Не попасть под этот пресс. Который. Они сейчас везде закрывают. Лагеря сплошь и рядом. Ну. Мне говорят. Знаешь. Я говорю. Закрыть могу. Любой ресторан. Я говорю. А вы видите. Вот. Рифленая. Они протирают каждый день. А у него. Рифленка такая. А там пылинка мне. Я говорю. Сейчас пальцем провел. И буду. Пальцем показывать. Сейчас же анализ берут. Мы подстроим что угодно здесь. И покажем. Пыль. И зараза. Ресторан закрытый. А чтобы не закрывали. Что нужно. Он. Вот почему-то пальцы стал тереть. Вот так вот. А ведь. То ли пыль стирал. То ли еще. Я так. Не увидел еще. Ну. Видимо. Пыль еще давно где-то стирал. Он так. Потерк пальцы. И все. Это очень. Просто. И открыть. И закрыть. А трудно это. Для кого-то не трудно. А нам жить надо. Ну. Вы помните. И двенадцать. Как он говорит. Клапище. Мы говорит. Выкопали могилу. А туда пленку положили. И воды налили. Заглядывает в родственники. Да как воду. У нас еще больше нет. А тут бабка. Бабка специально. Наводчество. Она говорит. Тут есть могила рядом. Недалекая. И там сухо. Ну. Подходит ко мне. Сколько я говорю. Ну. Меньше чем 14 тысячи. Что никак нельзя. Это новая могила. А потихоньку поднимать. Салфан. Вода ушла. И другому. Опять. Знаете. Взял могилу. Так я говорю. Ты школу построил. Здесь на эти деньги. Могильные. Мы не можем это делать. Мы только открыто. И честно говорим. Дети должны быть сохранены. Теперь. Хозяин дома. У которого живут дети. Дети до обеда будут работать. Тебе по огороду помочь нам. Жуков ловить. Шуков. Как у нас на дети работали. Когда нужно. Мы у вас будем спрашивать. Ловить. Потому что чем мы кладемся. Слушайте внимательно. Что нам нужно в этих домах. Ремонт. Если можете помочь. Электричество. Обязательно подвезти электричество. По крайней мере. Ну. Два-три места. Где надо будет подвезти. Тут есть электричество. Там. Не знаю. Отрезали или нет. Угловой дом. Где машина Романа стоит. Дальше. Я сказал. Постель. Продукты. Посуда. Это все наше. Оно остается в том же самом. Занятия. Молитвы. Все проходит на том месте. Игры. Собрания. Кино. Все это определенно где. Теперь. Доверенность. Родители пишут на того. У кого находятся. Вот у вас дети. И мы сразу уже знаем. Кому отправляют. У нас. Видно сколько там наполнения. Так. Такого-то. Такого-то. Вы познакомьтесь. Позвоните. И скажите. Мы вам отправляем детей. Примите. Чтобы там они у вас отдохнули. Больше еще не требуют. Они пишут расписку. Детей отдали добровольно. Такому-то. Все. Наши люди приезжают с ними вместе. Они там ночуют. Готовят. Там нужно будет сделать печку. Дрова. Это все наше. Вашего там ничего не будет. Ваше взаимопонимание нужно. Доверенность. Ну. Безопасность. Если детей будет больше 50. Желательно, чтобы был врач. У нас есть врачи. В общем. И все врачи. Закончили с красным дипломом. Высокий уровень образования. И нам есть на кого ссылаться. Дальше. Из сегодняшнего дня. Прошу исключить слова. Лагерь. Станк начальник. Три. Слово исключить. Из лексикона. Я вот работаю с мусульманом. У меня три слова. Которые не поминаются. Это. Мусульманство. Аллах. Коран. Я их не поминаю. А зачем? У меня есть что? Бог Саваох. Святая Троица. Святая Библия. У меня другие основа. У меня проповедовать Евангелие. Бог послал. А не опровергать Коран. Мне это не надо. Я когда буду проповедовать Евангелие. Он сам сравнит и увидит. Как есть. Так и здесь. Исключить. Если нападки на питание и где ночуют. Значит мы должны с самого первого заботиться об этом. Продукты будут завезены. Картошки оставить больше. Костер также остается вместе. С костра расходятся по своим кто где есть. Здесь. Вот сейчас я вижу эскертки у нас вышли. У вас дети жили. За вами потянулись как у театра. Я гляжу. Ты идешь. Своими ребеннями смешались они. Никого нигде не видать. Я вижу практически способ сохранения детей. Вот такое. Мы не нарушили ни одной Божьей заповеди. И не постигнули на нарушение Конституции. Российской Федерации. И ни на какие правила Роспотребнадзора. Вообще никакие не трудно. Вообще. Он для нас не существует. Этот институт. Так. Я говорю. Кто тут на нас еще снимает. Володя. Плакаты где о лагере упоминаются. И оставить только где. Где они истории. Исторические. Там можно оставить. Я при входе в лагерь Старт. Вход запрещен. Вход запрещен. Можешь оставить это слово. Лагерь Старт. Убрать. Их нету. То есть все это убрать. Дальше. Практически. Если Господь это благословит. Ничего больше не надо. Счастливое детство. Радостные родители. И никаких жалоб. Ни от кого нигде нету. Ну естественно. Придется давать советы. У меня все. Прошу. Комментировать. Не соглашаться. Опровергать. Давать советы. Отобрять. Отобрять. Я не пойму. Если бы тебе два дома отремонтировать. Да. То почему по домам должны дети быть? Тут. Они тут и будут. Тут и будут. А ты говоришь. Что там происходит? А с него не будут. Волонтеры. О! Эти два дома-то за кем-то записаны. Я этот покупаю в Калашниковске. Я ему заранее сказал. Ты хозяин. Павлов я покупаю. Ему говорю. Ты хозяин. Да. Деньги там должны. Да. Ваши дома на ноги не ступят. Без вашего приглашения. От вас ничего не требуется. Кроме того, что на ваше имя придет звонок. Вы примите нашим детей. Я скажу. Да. Но если что-то с детьми не слушает, то отвечать на будет он. А что случится, хозяин? Что случится? Что случится? Несчастный случай. Набор детей. Ты делаешь как бы на моем время. На его. Она звонит, а она тебя принять. Наши знакомые. Мне это не надо. Тебе не надо. Я мне не надо. Не надо. А вот теперь слушай. Священник показывает. 48 детей. Изо всех отвечает. 48 приемных детей. Вот этих приняли. Приняли. 490 форпостов. И самых коллег. А сколько подрос священника? Сколько, который его обиходит? Помощника? Сколько? Бойкова отнимают. На них нападки. А вот то-то и оно. Там оказался руководитель, не нам, говорит, щита. А мы ростом пониже и духом пожиже. Он один выступил. Его сейчас поставили в Лондоне. Михаил Жаб был. Священник. Поставили епископу. И он бросил клещ. Матери Украины не отдавайте детей в армию. Не убивать русских. Вы гробы получите. Запрещаю отдавать детей в армию. Когда в России такой епископ оставал? Только встретился с папой. Он первый. Не поминай папу. Эпископа. Патриарка Кирилла. Он выступил. Он показал. Все вокруг него поддержали его. Почему? Смелых поступок. И они мне написали отсюда. Вот. Я сказал. Вы на нашей парне. Что я говорил. Советую монахам. Выйти из монастыря. У вас есть знающий румынский язык. Украинский. Русский. По два монаха идите. Оставьте стариков. Женщин. Пускай они занимаются детьми. Еще посидите с ребятишками. У вас уже семь храмов там. Зачем девятый строите? Я им дал совет. Их там секретарь или кто-то у меня вышли. Женщины. Вот как я вижу сохранение детей. Кто будет заниматься детьми? Волонтеры какие с ними приедут? Кто будет заниматься? У тебя должен сначала быть сотрудники. Да. А потом уже детей. Да конечно. Почему я должна париться, когда у детей есть дети? Да еще не надо париться. Не пугать. Да это же ответственность. Это ответственность. Ты их не видела. Им что бы только послать. А волонтер с ними занимается. Какой? Какой? Все понятно. А ходишь. На поверье ничьяны ходят. Нет. Ну кто волонтер? Так. Этот и этот. Два волонтера. Как хрен. Да 45 лет за мной. Еще вы. Под 45 лет были. Еще вся молодежь была. Было по 15-20 человек. Только обслуги. И что? На кого обслугу приходилось 5. Так сколько их было? Понимаешь? Почему уголовные три области? Сейчас один Володя остается с ними. Сколько пришлось отбиваться? Причем здесь уголовные дела. Дети. Занимаются с детьми. А ты вот. рады. Вот они хорошо. Ладно уже. Я не буду ничего говорить. Вот они пошли. Ты на три ночи отдал. Елена Анатольевна вы. Как? Вы скажите. Вы рады? Довольны? Все. То что было. У них живет человек? Один живет. А трое уехали. Трое уехало. За ту ночь перешали все матрасы. Уехали. А они остались. Выходят сюда. Ну что тебе говорят делать с матрасами? Уехали. Почему? Уехали. Да почему? Ну дальше там договаривайте дальше. Потому что они говорят, мы выезжаем. Вы оказались не готовы к этой работе абсолютно. Потому что ты их поддерживаешь. Возвыкли их поддерживать, Игнати. Вот пересадь их поддерживать. Ты вот сейчас сказал. А они завтра приходят. Батюшка. Ну что? Я не могу. Я не могу. Ну скажи что-нибудь Игнати. Все. Они на завтра идут ко мне. Все. Ну. А не только показать. Вот дети, дети. Правильно, Сергей? Тогда они показали. Хорошо. Мы не готовы. Дети какие? Сироты дети или что? Тот принимает. Ты говоришь, батя, что там сироты. А это? Детей приняли. А родители поехали на курорт на Крым отдыхать. А ты парься с ними. С детьми. Они поехали. А у них круглый год. У них круглый год детский до. Лагерь много. Круглый год. Да и что? Они еще и летом еще начали еще 10. Сколько у детей? А родители в это время, детей, отдыхают в Крыму на курортах. Загорают на солнышке. Что это? В стране эти дети? Мы говорим о том, что на сегодняшний день они приняли и мы благодарны. Дальше она говорит. У нас приезжают гости. Мы в этот же момент смирить всех детей в другом месте. У нас практическая работа. Они просто руками по столу хлопать. Мы конкретно говорим. У них столько-то детей. Она говорит. К нам приезжают еще гости. Нам уже тяжело. Так? Володя, забери детей. Ну хорошо. У тебя пока не приезжали гости. Тебе легко это бы еще... Хоть все лето бы держал? Да нет. При чем здесь все лето? Но это ситуация непредвиденная. Правильно. Непредвиденная. Но это говорит на все лето, чтобы кто-то отдыхаживал и за ними... Значит, волонтеры... Нет. На нас никто не возлагает это. Ну, на меня никто. А на кого же это будет? Волонтеров-то нет никаких. Такие волонтеры. Где? Если только отходят с Америки, то никогда не приедут. В общем, у вас нет ни одного волонтера. Если дом будет записан на тебя. Дети поселят на этом доме. А ты хозяин его. Значит, это не смысл ты несешь. Ты полностью. Из-за детей нечешь ответственность. Из-за этого. Вот что нет, Андрей? Спрашивай. Сегодня мы все бы еще... Это... Промолчу. Да я бы так сказал, но только не буду говорить, что если снимают люди камеры. Поэтому я ничего не скажу. Промолчу. Если бы так, то я бы что-нибудь и сказал. Понимаете? А завтра за сумму где-то буду читать и не говорить. В лагере вот когда вот была необходимость, еще мало не было у вас помощников, я свои силы бросила. Свои личные. Я... Время, все. Ну, мне было очень тяжело, я могу сказать. Потому что я приходила домой, у меня еще и дом на моих плечах был. Вы были свидетелями, что там вот так вот травы и всего прочего. Ну, вот таким образом, что помочь сходить в лагерь там сегодня, завтра, послезавтра, в день, в лагерь, я согласна. А взять на себя ответственность на все лето, простите? Ни за что. Да я не могу. Взять. Вроде нести ответственность. А вот как? Ну, нести. Вот, а то и самое. А я буду дома сидеть, а не в другом доме жить. А как президент взял на себя ответственность бомбить серии? Это он и президент. Нет. Это президент. Как вот я взял на себя такую звольную ножку, как ям Златоуст. Пошел на это обличить на лицу. Мы не хотим подняться на другой уровень. Мы привыкли вот здесь, сейчас вот в этом положении мне хорошо. Я уже обкатал все. Но Господь показывает, существует другой путь. Открой дверь. У меня лишний человек не зайдет. Но однажды я испытал, я спрятал ключ от комнаты. И открыл дверь. И бомжи пошли у меня ночевать. А после этого приходят люди совершенно другие. И говорят, а я когда-то ходил вам в вокзал и ночевал. Моя задача приготовить было только еду. Они приходили, все готово. Спали, уходили. Вы испытайте себя. Вы не знаете, на что вы способны еще. И дайте вопрос. Можно? Сейчас, подождите, Владимир. Мы закончим тем, кто имеет отношение к детям. Я предупредил сразу. Я вначале сказал. Нам нужно обсудить конкретно. Вот смотрите. Слово ответственность. Это очень важно. Нет ни одного дела, в котором бы не было ответственности. Я напомню вам об одном человеке. Мало кто его звать. Ричард Лунбранд. Пресс-фитер. Румын. Я с ним переписывался. И его освобождают. Говори. 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 Никого нет. Проверяю. Как я тебе сказал немец. Проверяю. Где я нахожусь. Он возвращается домой. Сынишка обнял его под собаком. Приходит и говорит. Сегодня совещание. Выступает у полномочий над религиозным культом. Необходимо вам быть. Вы религиозный деятель. Он пошел. В это время уже сергианцы там были. Попы, которые за советскую власть не конкорда, а полное покинение. И он выступает и говорит. Это хорошая советская власть. Кто такое разрешает? Он говорит. Да как же так. Стольких наших братьев посадили. Да это неправильно так. Жена говорит. Сиди. Ты еще не ночевал с дуэмом. Ричард. Ну. Прошу слова. Вышел за камень. Он знал куда идет. Встал и сказал. Это предатели, которые дело Божие догубили. Вы не можете полить те руки, которые в крови. Вы обязаны встать и сказать. Без Бога нет власти. Только пусть Евангелие чистый и Христос спасает. Все замерло. И конечно его уже дома не выпустили. И он пошел снова на 25. И какие муки претерпела жена. И когда кончилось все. Он приглашает к себе охранника. Который охранял его жену. Охранник не знал его. И он обедает. И тогда он рассказывает ему историю свою. И говорит. Вот моя жена. Двух сестер у нее расстреляли. А вот одного сына ее утопили вы. Он так и умер за столом. Речь от Лунброва. Есть другая степень. И рассуждение об ответственности. Он знал, поднимался на капитуру. Знал. И он знал, что царисы Евдокси не пощадить его. Знал. Иоанн Креститель знал, что Илья не послушает. Знал. Но пошел на голову положил на блюдо. Я вас не зову быть прежним. Я зову вас вперед и выше. Ответственность. Еще ничего нету. А как без ответственности? Ты вступил на путь, где нужна ответственность. Мы несем друг за друга. Человек. А если я его не обречу? Бог говорит, он погибет. А его кровь я с тебя обзычу. Так ответственность? Конечно. Конечно. Брат Василий Великого Григорий Ницкий говорит. Слово наше обитает плоть. Когда мы говорим. Ответственность за каждое слово. За взгляд. За мысли. За молитвы. А здесь еще ничего нету. Ответственность лежала 45 лет на мне. На одном. Никто не шел отвечать за это. Вызывали в суд меня. Против меня суды были уголовные. И Бог дал полную победу. И Бог дал такой разгром, что кто писал статьи, не одного не осталось живых. Первым делом вот он. Геннадий Петрович. Инсульт. На сороковой день умер. Полтполковник. У Бога защита. Яко с нами Бог. Считайте пороха Исаия 8 глава 10 стих. Они говорят мне не сбудется. А без ответственности не генерал. Ты поселилась здесь. Сейчас горит. Сколько там где? Озеро Малиново это. Я вчера посмотрел. Это дым. Дым перешагнул уже Москву. Только в одной области горит 11 тысяч лесов. И показывает деревню. Мы успели только оглянуться. Все дома полыхают уже. Все сгорело. Ничего нету. И одна девочка плачущая пишет. Ответственность. Без ответственности не генерал. Ты рождаешь детей. Он говорит мама что они безбожники будут. Это большая ответственность для ребенка. Ты знала что для ребенка тебе придется отмечать потом. Зачем ты его завела? Почему ты его на небо не привела? Нет. Но ответственности сейчас. Как избежать это? Не тогда когда он пошел где-то там. Сделал что-то с ними. А потом начинаем. Ох а когда? Так что. Значит Настя берет это. Надо за ним следить. Чтобы не случилось что-то. Ну. Следи. С ними живем. Они родители. Этих не надо пугать. Они ни за чем не следят. Единственное что на работу если ему нужно. Поднимайте руку всех. Вопрос. Вопрос. Игнатий послушайте. Значит я такое предложение. То есть не предложение. Я даже вопрос просто скажу. Что. Какая необходимость продолжать вот этот ну лайм. Подождите. Подождите. Стоп. Я еще не сказал. Значит у каждого ребенка. Есть родители. Почему тогда они что они сироты. Или что. Брошены в каком состоянии. Почему. Мы видим как какой-то напряг. Все. И тем не менее все-таки надо продолжать. Какая цель. Зачем. А первое. Нам придет ответственность за детей. Родителей. У нас слава богу. Все детей было. Нам водило вот так вот. Тоже. Это большой труд. Если кто знает. У кого. Это у кого нет. Может быть детей. Тебе может плохо представлять. Говорить так абстрактно. Ответь. Безответственно. Вот именно. Это совсем другое. Одно с одним не надо. Яланды, секреты. Они были поставлены на это. Поэтому. Надо тут разделять. Мы говорим о лагере. О столике. Смотрите. Ну. Действительно. Условий нет. Они делают условия. Ладно. Ты говоришь. Извини там. Что название. Все. Все это можно. Ну. Зачем действительно. Если ты так. Молодец. Ты никакого отношения к лагере не имеешь. Сейчас попросту. Пошли. Здравствуйте. Тогда мы научились. Пошли. Не надо ничего. Вам разрешите послушать. Стоп. Стоп. Не надо. Стоп. Говори. Сядь. Пожалуйста. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Мы знаем откуда это дым. В чем боимся. Куда дым. На два вещи своими не знаю. За триста лет с годом не сковерк. А при чем здесь не сковерк. А при чем здесь не сковерк. Котору не мешает. Лежит дальше. Не надо ничего делать. Один раз сорок раз обидели. Пять лет назад посидеть. Батюшка. Ну так и есть конечно. Ну че. И не старайся. Не добрым ты здесь не получится. Не получится. Да не получится. Деревня раздеревна. Завтра же надо как раз вставать. Ты скажи конкретно. Что мы можем делать по сохранению подрастающего поколения. Вопрос. Мы можем делать вот то. Что у нас есть место. Родители. Приезжайте с детьми. Вот там место. Живите. Ухаживайтесь. Занимайтесь с детьми. Свежий воду. Продукции свежие. Занимайтесь. Приезжайте. Вот и все. Есть предложения кто по лагерю работает? Вот роботы. Сколько лет. Хоть кто. Он пьянствует. Он пьянствует. Он пьянствует дома каждый день. А она не разу не приезжает. Вот. Она приезжает. А они должны значит. Дома зайти. Батюшка. Наши родители же не водительцы. Они значит в лагерь отправили. А они где? Они на курорте родители отдыхают. Говорят. Некогда детей хоть отдохнуть их. Солкнули в лагерь и все. Так. Так. Не так. Не так. Я объясню. Настя приезжала. Не один раз. Да. Настя приезжала. Я говорю. Настя приезжала. Не один раз. Приезжал и Андрей. Да что теперь. В пьяных семьях. Дети отвечают за жизнь. Да родители. Почему подбиваешь то? Дети четверо. Восемь лет пробыли у меня. Володя. Пожалуйста. Помолчи. Я запрещаю тебе говорить. Войди в зал. Не надо закрывать. Войди в зал пока. Войди в зал пока. Войди. Войди в зал пока. Я и говорю. Он говорит. Ну а нельзя вот где дом и палаточный городок вот именно у кого-то на участке в доме сделать палаточный Опоздала. Палаточный город. Одинаково на всех просто дом. Все равно. Одинаково. Все равно. Выход. Пока я вижу только один. Реальный. Туда куда они еще не проникают в семью. Только по домам. Только по домам. То есть это реально. А то что остальное это пузыри пускают. Они нигде не участвовали. Они о чужом никогда не заботились. А у меня вот есть. И у меня все. Дальше этого нет. Когда податки нам принесут. Вы помогали детскому лагерю. Мы вам благодарны. То овощами, то чем-то. Конкретно. Стоит задача. Как сохранить молодое поколение. Мы должны показать пример. Пример, который дал нам Христос. Вы свет мира. Вы город на вершине. Для нас это мертвые слова получаются. Мы отвечаем за все, что вокруг нас. А это. Сказали детям. Да нельзя ли совсем прекратить. Да проще всего ничего не делать. Зачем это нужно было? Шаги один шаг. Помоги. Что он должен сделать? В домах-то можно. В домах-то можно. В домах-то можно. В каждом доме должен быть кто-то. Кто-то следит за этим всем. Почему? Я вам сказал. Реально программа. Программа. Что имеет другое конкретное. Чтобы цель была на сохранении детей. Как будто лагерь не закрывали. Мы не слышали. Все это уже там говорили. Каким образом провести детям это так же, как в лагере. Но только в лагере мы быть не можем. Ну на них и другой вариант какой-то. Поднять за облака и там, чтобы они достали нас выстрелы. Надо реально говорить. Я предлагаю вот реально и это можно. Почему? Бог в силах. Помощников сегодня нет. Но только я сказал. Помощников нет. Мне из Алматы сразу две православные сестры. Мы готовы работать все лето. Бесплатно. С облака сразу Катя приехала. Мы не знаем Божьей возможности. Мы их не испытали и боимся прикоснуться. Мы привыкли жить в своем гайне. Гайно это где свинья лежит. Каждый свою свинью целует. Шамни немного выше разума. Детей надо сохранить. Все. А вот муж пьянется. Поехал на курорт. А я чтоб сразу не ездил на курорт. Я ребенком занимаюсь, а не им. А ему я потом при случае, если может быть, скажу, что надо было больше мне помочь. Ко мне один привел. Ходили мы в лес. Ребенка возьмете? Я говорю, сыпить не будешь, дашь обещание. Он отгонулся и ушел. А этот член нашей общины. Мы ничего не могли сделать с ним. Шлем нашей общины. Мы молились и прочее. И прочее. Он пришел из этих краев. Принял нас в крещение. Женился в нашей общине. Дети родились в нашей общине. Я буду смотреть на отца. И каждый год буду говорить, отец у вас дома пьет пьяница. Я вас не возьму. Ладно ли это будет? В какие ворота тащите? Сегодня можно еще хлопать. Завтра не по другому. Сегодня закон нам позволяет идти на миссионерские дела. Каким образом? Церковно-приходской совет руководящий орган общины. Дает нам благословение, как сказать. Севастян составляет сейчас документы. Батюшка расписывается на всех, кто ходит. И мы пошли. Нас никто не задерживает. Мне не поставлено, что можно говорить о Христе или нельзя. Это не военно-зареверская организация, где Митя Дружинин был. Их взяли туда, предусловившись, чтобы никому о Христе не говорить. Нам они не поставлены. Я посмотрел и говорю, этот закон народ не закрывает. Почему я должен отберегать его? Они якобы то, что это террористы, проповедование неправильно запретить. Ответственность, чтобы кто-то нет, а кто мула несет, который дал ему разрешение. Мы начинаем о Христе говорить. Задача — сохранить детей. Почему бактисты отделенные не боялись? 130 человек отдали в тюрьму. Около, наверное, 50 человек не вернулось оттуда. Это в наши годы, 1962 года. Отделенные инистративники. А которые все были, они все сидели на своих местах. А сегодня ответственность очень большая. Очень и очень большая. Скажем, теми и другими. Бактистами и бактистами. Почему эти пошли на полное соединение с властью? Сказали, до 16 лет не крестить, перестали. Никому приезжим не давать проповедовать. Каждому пробуйте силу полномоченному. А здесь сказали, нет, свобода Духа Святого. Где Дух Господний, там свобода. Они отстояли свободу. За свободу бороться надо. Мы сегодня вот устояли в этом положении. Нас со всех сторон благословляют. И молятся и пятидесятники, и бактисты. Мы ездили на миссию. Представьте себе, ролик выставили. Вот так вот в ряд стоят бактисты. В Англии, Великобритании. Рядом дети. Стоят и крестятся. Господи, благослови миссию Игнатия, они едут. Вот что Бог делает. Мы приезжаем в доме полной ночью. И какая беседа идет. Стоим в мечеть. Это Бог делает так. А так, не ездите в Чечню, голову отрежут. Не ездите. А мы три раза выли, никто не отрезал. И нас встречали как родных братьев. И мы нигде не покремили душой, не прогнулись. Почему? Господь. Так и здесь. Бог сильно их делает. То, что не так сказал, это за вами остается. Был один человек, говорит, я отвечаю за свои слова. А не за то, как ты их понял. Ты их понял неправильно. Я сказал детей сохранить. А ответственность падает. Интересно. У тебя ответственность на каждую шагу. Я хотел сказать пример в моменте ответственности. Нэн Армстронг. Это первая страна в Америке, ступившая на Луну. А дома в ванной подскользнулся. Рестибулярный аппарат повредил, и теперь вода шатается. Луна и ванна. У меня соседка была, получила экспортиру, обрадовалась. Из комнаты в комнату. Порога нету. Нога подскользнулась, на комнату села и сразу сломала. Ближе к делу. Ну что эти примеры? Мы это свыше узнали. Все возможно. Давай ближе к делу. И так же ребенок что-то упал или что-то. На меня сколько раз родители были. Принесли ребенка. Ребенок в баню пошли, а у него шестьсотка. Спарку не привезли, не успели. Мы в ночь его собрали. Из бани конечно не было. Отправили. Мать стала нападать. Он здесь заразился. Он только два дня пробыл. А Алешка два. И он говорит. Мама, да я же здесь не долечился. Проходит какое-то время, она сгорела. У Бога свои мерки. Она сгорела, они у меня остались. Все правильно. Мы делаем то, что кажется наилучшим. Я собрал вас сегодня, чтобы посоветовали, как сделать. Другие советы конкретные. Но в конце, что была цель сохранения детей. Было не хуже, чем в лагере. Я сказал на территории лагеря. Слово лагеря исчезнет. На прежней территории. Будет что? Утренняя зарядка. Молитва. Занятия. Крестопение. Оттуда купаться будут. Все, что у нас было. Кроме Нины и Спанья. Приезжают комиссии, никого нигде нету. Слово лагерь нету. Начальник нету. Три слова исключения. Надо реально смотреть. А вы уже смотрите, как будто бы я какие-то враждебные идеи предлагаю для матери. Нет, нет. Не враждебные идеи. Можно мне сказать? Хорошая идея сохранения детей. Это очень хорошая идея. Я поддерживаю. Значит, говорите о конкретике. Мое видение такое. Программа хорошая. Перед набором. Значит, чтобы у вас прям был список конкретно волонтеров. Вот. Именно перед набором, а не в конце срока, не в середине срока. Ты, волонтер, живешь в этом доме, ты живешь в этом доме. Все. Представим такую ситуацию. У нас даже не один, а двое. Хорошо. Представим такую ситуацию. Волонтеров нету по факту. Все. Значит, лагерь не начинает. Нету. Детей нету. Все. Нету детей. Вот интересно. Мы объявили нам газеты дали. Детей нету. Первые только звонки пошли. Никого нету волонтеров. Первые звонки ударили. И сразу незнакомые люди откуда что узнали. И свои, которые в общем. Так. Я готова. Да ты же говорил не могу. Ну так обстоятельства сложились. Я могу поехать. У Бога все связано. Я говорю это, ничего не имея. На помощь Богу. Боже. Вот смотрите. Кто думал, что дорогу сделаем? Ну в прошлом году копейки нет. Полмиллиона вложил. Сейчас. Завтра может быть Илеша говорит. Может приедет начальник, который был озером здесь. Я три фруда опять поднимать. Это минимум триста семьдесят тысяч. Я уже подсчитал. Ну не на шесть тысяч пятьсот моя пенсия. А где? А Бог? Бог. Он дает. И нам помочь уже под ремонт вот эти два дома завладеть. Чтобы хозяева согласились. Матушке я даю сто. Она двести просит. Ну я говорю, ты себе возьми сто. Ну у меня нет. И мы начинаем ремонт. Так свободно тридцать человек даже не загрудительно тут будут. И вторую комнату там где вас есть освободить только и все. Другой вопрос. Чтобы может быть даже какие-то специалисты вашей общине есть, которые сейчас в городе работают по отделке. Чтобы они непосредственно еще с кем-то приехали на отделку вот этих домов. Да. Вот. Чтобы они приняли. Очень желательно. Помолиться об этом. Ничего этого нету. Но у Бога все есть. На меня не наложили штраф. Пока. Но только штраф уже пообещали. Вчера суд был по общине. А меня даже где-то не поминали там. Как будто и нету. Завтра окончательное решение будет. Но уже в интернете узнали, что будет штраф. И говорят, вы только сообщите. Мы сейчас на ваш счет начнем переводить деньги. Мы поехали. Мы не знали, что машина сломается. Представь, в Швеции сломается машина. Ты же понимаешь, что это такое? Нам сразу телеграмму дали. Ну, по интернету. Вы, говорят, не парьтесь там. Машину забирайте и все. Сейчас высылаем деньги. Покупайте новый. Такую же иномарку. Едьте дальше. Люди, которых в глаза не видел. Почему? А Бог? У меня вера в Бога. Которая непоколебима. 77 лет. 53 года по Евангелию. Бросить машину? Я говорю, умею видеть. Чего же я брошу там из одной шестеренки? Вот какие люди есть. Поэтому я рассуждаю только о душе. Сейчас. Если кто-то согласен, покажите, как это выполнить. Может, что-то поискать надо. А может, совсем по-другому. Мне нужен совет. Я сделал предложение на рассмотрение. И нужно высказаться тем, кто конкретно желает сохранить детей. А не просто не надо, и на этом все, и дальше буду грузить. Не пойдет так. Ну вот дома покупай, оправляй на налоги на них. И тут вся проблема. И все. Проблема, слово не люблю, во-первых. Ну я, кто знает, что любишь. Не люблю. Ну теперь знаешь. Да нерешенный вопрос замени. Ага. Нерешенный вопрос. Так, помоги. А? Помоги. Я на тебя обратился к первой, к сестре. Родного брата уговорил. Я к тебе обратился за приобретением дома. Или не так? Так я больше не поехала. Так от тебя сегодня уперлась. Поедем. Догрейся. Догрейся. Ты говори. Ну смотри. Говорит. А я ей как раз и сказал. Прислал деньги. Говорю, покупает. Ну поедем. Говорю, давай, Володю. Поедем и оформим. Все. Опять проблемы. Подожди. Все. Ты знаешь, зачем дело стоит? Зачем? Зачем? Дри раза денег ни разу ответа не было. Ты же сама сказала. Ну я позвоню. Ну. Конкретно. Ты еще только говоришь. А я уже весной на тебя глаз положил. Сразу выслал деньги. Покупаю. Потом много денег. Ну давай. Позвоним. И мы едем. Еще раз говорю. Твой вопрос уже практически не решается. А решается где? Там. Я молюсь. И Бог как-то сделает. Как? А мне говорят. Они бесплатно отдадут вам это. В доброту Матушки никто не верил. И Бог сделает так, что сердце повернется сюда. А вы с одной стороны с другой крепче молитесь. Молитесь, как Серафима молится. Прямо скажу. Это образец для нас сегодня потеряет. И оцените ее. 90 лет. Вопрос ответственности не имеет место быть. Конечно. Такому маловернуву как мне, к примеру. Записали дом за меня. Просто проиграем. Чисто теоретически. Приехали дети. Что-то случилось. У меня как бы свои дети. Там. Уголовная ответственность. Меня посадили. Как меня зашло посадили? Хорошо. Сейчас. У тебя. Ты. Работа. У тебя есть друзья? Ну. Ну приехали сейчас. И с ребенком что-то случилось. Которые в гости приехали. Уголовная ответственность несешь? Приехали друзья с родителями. Вот. Родители. Родители. Прислады просто. Все отдохнут на ряд. Это дальше. Приехали. Ребятишек наставили. Вы же берете. Расширьте маленько этот ареат. Два или двадцать два. У Бога силен сохранить. А двадцать два или одного не сохранишь. Живой брат на меня. Мы надеемся на Бога. Все это только. Веры нет. Ничего не надо. Не надо. Не веришь в суд Божий. Ничего не надо. Не веришь в жертву Христа. Не надо ничего. Хочешь бесплотным прийти. Не надо. Написано. Написано. Посетили. Навестили. Прияли. Прими. Примите Христа. Как пишет. Игорь Хаджимор. Он говорит. Я думал ты никогда не боялся. Боялся один раз. Выпрыгнул в окно. Убежал. Когда старских сыновей убивали. А я был около них. Я видел как убили одного мусульманина. Я подполк с него. А он сказал. Ты убил меня. А мне хорошо. Прими газовать. Да где же наша вера то. Люди идут. Подрывают себя тысячами. А мы христиане. Еще не тронули. Уже доумирали. Да мы проигрываем по 7 частям. Мусульманами. Его спрашивают. Ребенку. 6 лет. Ты кем хочешь быть? Как старший брат. Он же один был. Умер. За Аллаха. За Аллаха умер. Пятилетние. Под колючей проволокой. Ползут с автоматами. И прочее. Все китайцы учатся. Стрелять на север. Там русские миги. Там наша земля. Не сделаем сегодня добровольно. Завтра от ними. Бог все. Выбросит на улицу нас. Не забывайте. Это в истории мира было не раз. Я предлагаю реально. Но вот это реально. Обтешите. Вот он задал вопросы. Конкретно я отвечаю. Пожалуйста. Ничего не поможет. Ничего не будет. Ничего не будет. Ни волонтеров. Ничего. Да то что будете. Ликовать. А ты скажи. Господи. Плохо мы молились. Сколько детей у них и камер. Которые в этих лагерях терпят такие беды. Их бьют там. Есть дети. Которые прямо наши дети. Задолбанные. Задолбанные. Вот. Купи. На Надежду Васильевну. Оформи. Она здесь живет нельзя. А кто пропишет? Я сказал. Не надо. Не надо философствовать. Пропишемся. Мы пропишемся. Еще раз говорю. Не надо философствовать. Философствовать? Какая пропишет? А пускай она пропишет. Она живет так. На ней написано вторая строительная. За которую квартиру никак не можем получить. Надо было вовремя получать. Поясни. Что? А когда она хотела получать. Она ей не дала. Что не дал? Разрешено. Да брось ты. Ну не знаешь ты. Ничего не знаешь. Дом приватизирован. Квартиры ни один не получил. Надо было. Ты отвечай за свои слова. Ни один человек наших назад не получил. Ни один. Ни один. А рядом снесли. До нас очередь не дошла. Поэтому квартира стоит. Ей выписаться нельзя. Мы теряем квартиру. А квартиру нужно тем. Уже заранее знаем. Кому дать. Кого вообще нет. Бывает из патриархии люди приходят. Они знаете. Мне квартиру. Знают. Вот он ухаживает в Володе. И квартира уже подписана. А будет ли жить? Да конечно нет. Потому что есть нуждающиеся. Мы думаем о будущем. Костя. Правильно говорю? Если о будущем думать. Скажи что-нибудь. Да. Именно расследи. И говори. Конечно. Конечно. Сиди. Можешь сам видеть. А? Кто не держит. Никто. Пожалуйста. Советов нет никаких реальных. Конкретно. Что делать? Кто не хочет. Кто имеет к этому отношения? Вот Алексей. Я каждый это поделал. Так. Староста. Я не знаю что делать в этом. Он не знает. У нас есть круг своих обязанностей есть. Да. То есть теперь чужую ответственность брать на себя я не знаю. Ты берешь на себя ответственность. А другой несет эту ответственность. Или как? Зарабатывает это. Совершенно не бежит. Не знаю. Ну давайте поговорим. Начнем. Деревня маленькая. Серафима ничего не возьмет. Володя чужой человек. Отпадает. Дальше. Виктор Николаевич. А Виктор Николаевич у него никуда не помнит. В комнату помнит. Ничего не может сдвинуть. Он один. Он и так один сидит пока. Ну и так. Один. Молит человек. Он уже тормозом будет. Для того чтобы гордиться человек. Третье. Ня Нила. Все говорит. Ну а дальше Едина приезжает только на лето. То есть этот ряд пустой выколощен. А те которые могли бы. Советом дать. Мы не просим ни ложки, ни игрушки, ни муки. Все у нас есть. Совет. Покупать дома. Оформлять на людей. Помоги. Пожалуйста. Володя Никита. Оформляйте. Могут. Но все. Еще у тебя проблема. Оформляйте. 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 Скажи конкретно. Помоги. Пожалуйста. Я тебя прошу сестра. Да я же помогла. Чем могу, тем буду помогать. Перевези. Купить давайте. Ого. Один могу. Помочь. Ну-ка. Я тем более с весны уже деньги выслал на оба дома. Уже выслал. Еще весной ничего не было. То есть я говорю реально. Что возможно. Ну хорошо. У нас еще ничего не желаем делать. Нет. Желаем просто помочь купить. Я лично. Участвовал в этом слове помочь. Вот. Ну как еще то есть там. Ну никак. Придушить там. Никак. Никак. Ты участвовал. Все. То есть молиться. Я могу еще помочь. Еще прийти там. То есть уговорить человека продать дом. Он не живет здесь. Дом пустой. Запущенный состояние. Течет и бьет. Ну вы вроде как согласились же. Да нет. Он согласен. Я в целом момент, когда живет трезвый. И все. А так пожалуйста. А на счет мы же потрезвые будут все. Документы у меня в руках. Я посмотрела. Все. Порядок. Уговорить матушку. Тоже вроде как теоретически возможно там. Теперь практическую часть ситуации. Чтобы она согласилась. Да. А то она пожертвовала для детей. Чтобы она согласилась на дом. Теперь я говорю конкретно по ремонту. Собрать группу с той общиной конкретно специалистов. Да. Приехали. Да там нет специалистов. Прорабатывали. Прорабатывали. Какая там группа специалистов. Да я не смотрю. Не смешаю. Пусть в этом случае. Не смешаю. Все правильно. До одного слова. Нежить буду заниматься. Приеду сюда. Позволю. Скажу. Нам нужно лес. Я скажу. Езжайте в Шарчево. Покупайте. Пойдите. Им будут отпущены деньги. Они купят или сами сборы сделают. Мы обсуждаем то чего еще нигде нет. Вы первые. Мы на счетах АХА и Павел говорит. Первый кто обратился. Мы первые показываем как из этого жертва Роснадзора выйти. Сохранить деньги. Не нарушить закон Конституции. Вот это самый хороший вариант. Самый правильный. Я даю деньги. Это мой вариант. Но мне нужно ваше благословение и помощь. Подтесать как-то сказать. Он конкретно говорит. Надо ремонтировать. Сегодня, вчера я посмотрел. Роски на 4,40. Я уже смотрю сколько. Подсчитываю. Этот говорит. Это все обзор. Дальше идет работа. Володя, Никита и Виталий. Пусть живут. Пусть ухаживают за домами. Крапиву выкашают. Крапиву выкашают. Да. Красиво было. Мы вот ждали. Романа. Крапиву вышли с Алексеем за один день. Видел? Шифер под пиралом. Все вывезли. Встаняли же. Самый большой опасный. Большой тополь на повороте за домом. Вот думайте как его убрать. Тополь. Тополь спереди опасный. Какая опасность? А на чем такое? Мы живем, говорим. Это надо зимой заняться. Это смерть стоит. Это смерть стоит. Смерть стоит. Смерть стоит. Газовая. Да как? В лагере что? Газовые пульсы в теле лет? Да. Там дрова. И тут тоже самое. Теперь я спрошу. Владимир Юрьевич. Вы опять собираетесь приехать. Ваше здесь какое слово? Я думаю, что это очень хороший вариант, потому что такой способ используется, например, в Америке. Нас приглашали туда и также говорили приезжайте всеми к нам. Живите, мы будем вас обеспечивать. Вот такой вариант был. То есть сегодня это единственный, наверное, вариант, который как раз вот эти структуры не смогут достать. Больше я не вижу здесь никакой альтернативы. На мой взгляд. Да. Так. Никита, возьми Володя. Аппарат. А Володя пускай выскажется. Он сейчас второй старшего воспитателя играет. Прописано в «Потеряйте». Твои предложения какие? Мы полностью с вами согласен. Я всегда для Господа решил жизнь свою посвятить, так что я на всё готов. Тут вот как. Всё. Виталий может задержаться их трое уже. Теперь только специалисты. И уже бригады из четырёх человек это вполне хорошо. Крепкие, здоровые, не больные мужчины. То есть бригады фактически уже на подходе. А когда всё будет сделано, всё почищено, тогда уже будем говорить. Я, Дмитрий, настолько строго вёл, строго-строго-строго, что отметалось при самом маленьком подозрении. Человек чуть-чуть что-то сказал, где-то заметил, неправильно сразу отводил слову. Не пройдёт. Поэтому надо молить Бога, чтобы Господь указал истинных служителей, которые с детьми будут. Так работать, как повелён наш Господь Христос. Жертвуя самим собою. Мы сохранили детей нынче. Единого ребёнка не отдали. Практически ещё организация какая не вынесла решение о закрытии лагеря. Он не закрытый. Он фактически действует. Мы опережаем события всё время. Мы должны опережать. Это профессионал должен быть. Нас не закрывали. Полиция детей не ловила. Но мы уже узнали, чего они хотят и детей не давали. То есть мы опережаем события. Они приезжают только. А мы перед этим провели тренировку. Как они приедут. Как они разговаривают. Как бежать. Так было? Ты участие был? А когда приехал в милицию, точно так же всё произошло. Прямо как будто бы они посмотрели. А в фильме этого не было ещё выставлено. То есть мы должны опережать события. Но мы знали, мы лагеря откроем. Они приехали под именем президента Российской Федерации. Мы сразу вывесили российский флаг. Открыли все двери. Из уважения к нашему президенту. Всё. К нам претензий фактически никаких. Они будто бы нашли какие-то палочку. Палочку. Я говорю, а свои приёмы не нашли? Когда у нас были. Ежедневно. Каждый день. В России. Убивается 20 тысяч детей утробивателей. 20 тысяч. Ежегодно теряется 150 тысяч людей. 50 тысяч абсолютно бесследно. Как будто их никогда не было. Милиция всегда найти не может. Мать вышла. Видели из автобуса. Пошла покупать малоходное дудного ребёнка. Муж дома. Вышла и больше нигде не видели. Видели, как она пошла в молочном магазине. Больше нигде нет. Пять лет. Есть о чём думать. А кто ответственность несёт? Полиция и милиция. А там самые пузатые собрались. Привет. Тогда был министр внутренний диалог Галиев. У братьев милиции всех пузатых. А их полно там. А почему собрали всех деревенских? Потому что дома на территории деревни или что? Мы не собирали их. Мы сказали, если пожелают послушать, пусть придут. Мы их не собирали. Не собирали. Не собирали. Потому что это на территории деревни. И, конечно, для вас большая честь оказана. И вы не просто попадаете, а ответственность. Это большая честь. Не будет в лагере. Прикинь за это время, что было. Крещение идёт только за счёт работы. Не было крестить можно за 10, 15, за 20 лет никого. Это работа Духа Святого. Откуда приезжают люди? Эти люди могут приезжать не на один день с учениками. Так? Вот он, волонтёр, уже сидит перед вами. А как интернет? Мы работаем в интернете. Нынче из Голомости были. Готовы приехать? Так не только оттуда. Мы можем разговаривать с другими странами. Вот нынче из Канады ребёнок. А мы можем говорить о людях, которые русские там есть. Есть люди, которые за средствами не стоят. Притом я только начал думать. А мне сразу... Выходит человек в интернете. А я прочитал. Вы книги издаёте. Можно я вам пожар? Я говорю, уже издал. Больше не издаю. Ну на что-то другое. Я говорю, на миссию. Ну пойдите, получите. Я 100 тысяч с этим перевожу. Другой человек совсем... Ни имени, ни фамилии не знаю. Спрашивает. Я слышал у вас в детский лагерь. Можно вам деньги перевести? Пошёл 200 тысяч. Это деньги. Деньги спрашивают. 100 и 200 тысяч. Деньги. Люди меня в глаза не видели. Купить иностранную иномарку. Деньги? Деньги. Деньги. Почему? Людям всем Бог положил мастерство, что мы не играем в христианство. Мы зовём к высшему. К идеалу. Будьте святы, как я свят. Я предлагаю реально. Вы переходите. Мне 77 лет уже. 45 лет под этим именем отдохнули дети. Тысячи детей. Родители. Пришли люди к Богу. Нам нет, чтобы показать и сказать, Господи, прости, что не так было. Дальше будет по-другому. Мы выходим на другой уровень. Так. Это протокол. Официальная бумага. Составить её, как должно быть. И она даже в этот момент с печати будет лежать в отдельной инститции. Но не сегодня. Может быть даже и не в этом году. Можно ещё сказать. Вот реакция людей. Понятно, почему такая они нет? Понятно. Все люди ответственные. Вот. Все люди ответственные. То есть, соответственно, реакция там. Я отвечаю за своих детей и как бы боюсь просто. Ну, то есть, нормальное чувство. Нормальное чувство. Брать лишнюю корову, лишнюю лошадь. Потому что у меня времени нету за ней. Вот. Теперь такое предложение. А что если вот вы сейчас нас позвали сюда. Программа очень хорошая. Я за сохранение детей. Вы теперь всё готовите. К вам весной уже вот такой список волонтёров. Вот. Вы опять собираете и говорите. Люди там все ответственные. И почему такое реакция? Потому что опасение, что опять могут заводить какую-то ношу на меня. Понятно там. Спешите делать добро. Это всё понятно. А чтобы никого, как говорится, не напугать, чтобы никакого ропота не было. Я не знаю. Всё равно это ропот будет. Вот. Соответственно, не вашу пользу. Весной там или когда-то, перед открытием сезона, вот он у меня список. Вот дома. Мы их отремонтировали. Вот они. Мы купили тут печки электрические или там эти сделали. Всё тут. Вот. Имейте ввиду, что всё. Как бы мы готовы. Мы начинаем. И всё идём. И всё идём. Тогда я расскажу не в шоку строку. По порядку. С первой строки, которая ты сказал. Привыкли жить на своих дрожжах. Привыкли. Моав сидел на своих дрожжах. 48 глава Иеремия. А Бог говорит, нет. Вкус твой оставался в тебе. Ты только со своим гнездом, со своими детьми. И Бог говорит, я заброшу тебя в любую землю, как в меч бросают. Я это всё отниму от тебя. Бога это не угодно. Христа распяли. Апостолы шли по всему миру. И лишение имения приняли с радостью. Они думают как. То есть вообразить даже и тот же страх объял. Это показало, что вы не готовы к этому. Не готовы, потому что жизнь ваша такая. Да не такая. Были плетения там в сироте. Или какое-то наводнение. Были пожары. У всех родителей. Да. Ну почему я должна падиться? Да ничего. Ты никому не должна. А вот в том-то и дело, что сказать Господи. Ты избрал меня на это дело. Ну смотри конкретно. Люда. Коров держите? А вы знали, что там делается в дневнике? Не знала ни разу, не пришла. Она её в коровы, она не знала. Корова лежит 30 сантиметров жиже. Она лежит в имя, наполовину погрузилась. И коровы не видать полностью. В жиже лежат. Никому дела нет. Повторяю. Минутку. Я увидел. Я езжу раз в местах. Но тут проехал и увидел. Это ужас напал. Я сразу к батюшке. Батюшка, ты видел где-то коровы-то лежат? В жиже. 30 сантиметров моря. Из дерьма. Дождите, идут и идут. Батюшка говорит, ну Игорь уехал. Игорь нет, ну этот не может. Я говорю, батюшка, почему ты во внимание не берёшь лагерь? А что? Я говорю, лагерь-то ждёт. Ну всё, дальше пошёл. У батюшка приедет. У Игоря возьмёт эта механическая горюшка. Я ничего не знаю. Ни один Бог не просил братьев заготовить столько жердей. Жердей. Их надо было все ошкурить. Ошкурили. Столбок. Никогда у нас столько не было запасных, как нынче. Ошкурили. Никогда не было столько у меня отработки. Отработка 5-10 литров. Сегодня у меня 100 килограмм. Понимаешь, как Бог делает заранее? А про этот коровник не залили ещё. И вдруг батюшка сказал. Благословляю. Мы до обеда сделали. Ты зайди, посмотри, какую картинку отлепили. Какие ворота. Как заходят. Они на травке лежат сейчас. Почему никакой нету? А почему на своём? Меня касает-то, а её не касает. А зачем касаться-то? А если бы они лежали, мы вот так будем жить. Тогда бы они бы заметили. Тогда заметили. Вот поняли, в чём дело? Вы ждёте, когда вашим дерьмом рот вам зальёт. А мы не стали ждать. Мы собрались. Ребятишек под Якуральской. И сфотографировано, как возили жерди на тележке вручную. Потому что машины ехали до Игоря. Столбы. Всё это. Просперлили. Засвалили. Поставили. В четыре жерди. 400 метров жерди отдали. 567 квадратом загородили. Ты зайди, посмотри. Ты будешь стоять и улыбаться. Коровки чистенькие лежат. На травке. Пусть молоком растёт. Хорошо. Батюшка сказал. В долгу не останемся. Я сказал. У меня люди уральские. А к ним отвесите сливок. Она Володя пошёл и купил. Игорь узнал сегодня и выговорил. Он говорит. Ну я же сказал, я буду кормить. Ну Игорь. Ну в другой раз тогда как-нибудь. Там наши забыли. Не сапогка была. Но одно. Честное отношение одних. Честное отношение других. Ты говоришь. Меня не тронуло. Это не моё. А это моё. Корова не моё. Мы едем. А овечки все вышли. И пошли по полю у Игоря. Никому дела нет. А до этого было с коровами. Они повалили другой. Тридцать метров здесь сначала. А потом там пятьдесят. И мы всё заново затянули. И старый день их отремонтировали. Овечек загнали. Разницы оттянули. А нашего ничьего там нету. Не проходи мимо. Есть такой стенд в милиции. Вот почему. Нам не всё равно где ваши коровы. Где ваши овечки. У Любы собачка была. Сорвётся. Я к Любе сразу. Люба устал. Написал собакой. Чтоб не бегала. Да она была где-то рядом. Люба. Я тебе надоедал. Собачки уже нет. Я тебе напомню. А кто-то видит. О чём скажут. Это не моё. Вы чужды друг другу. Всё что вокруг. Колхозное. Всё вокруг моё. Какая песня была. По делу. Да. Итак. Если предложений никаких нет. Я теперь просьбу. Самую большую вам. Не забывайте никогда. О чём мы говорили. Дети должны быть сохранены. Вот наш девиз. У нас в лагере висит главный лозунг. Давайте. Лагерное. Пропоём его. Россия должна встать. Дети. Россия это мы. Виктор. Все остальные. Кто в лагере? Ну-ка давайте. Россия должна встать. Я думал, почему не поднимаешь нарушение. Включаем. Николай Казов. А я не учредила. Давай. Поднимем руки. Россия должна встать. Россия это мы. Достойко. Песня. 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 помощников, добрых, послушных детей. Имя Твое Святой да будет прославлено в этом селении, пришли истинных христиан в это селение, расширь пределы наших общих, благодаря правителям, патриархам, епископам, священникам и дарим всем духовное рождение свыше, дабы все были вводимы Духом Святым, дабы мы были воистину, как город на вершине горы. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот сегодня у нас, что, 18 сентября? 28 сентября у нас престольный праздник. Я послал приглашение епископу Павлгородскому, и вот пришло его письмо. Ваше Высокопреподобие Протереев и Мулашки в настоятельности от Антимовской общины поселок Потеряевка. Ваше Высокопреподобие, сердечно поздравляю Вас и Вашу общину с приближающимся престольным праздником. Отрадно, что вот уже 25 лет вся община служит на Ниве церковной, молясь о спасении своих душ и заботести о духовном нравственном состоянии своих близких. Желаем Вам и Вашей пасты, долгодетствия, помощи Божьей во всех Ваших благих начинаниях. Да дарует Вам Господь, Содержитель мира и процветания на Ниве Христовой. Однако, к сожалению, в этот период приехать на престольный праздник, потеряя бы не смогу в связи с плотным, загруженным графиком. Призываю на Вас Божие благословения с любовью о Христе Всеволод, епископ Завгородский и Каминский. А то, говорит, нет у нас дипломатического отношения с ними. До славы Христу! Ну да! Ну да! Ну да, Ну да! Ну да, Ну и пойдем! Ну да, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...